Более 40 спектаклей одновременно. Такую возможность предоставить зрителям выставочный зал Дворца Искусства. Экспозиция работ театральных художников под названием «Масштаб» собрала эскизы костюмов и макеты театральных постановок белорусских сценографов. Сюжет Юлии Лоськовой. Еще недавно это были только задумки, эскизы, костюмы, макеты, первый шаг сценографов от замысла к воплощению. Сегодня многие художественные идеи уже реализовались на отечественных сценах. Тут как знакомы столичному зрителю премьеры ведущего драматического театра страны Купаловского, так и областные постановки. Все макеты представлены в масштабе 1 к 25. Есть и выставочные работы, которые изготовили специально для экспозиции. Каждый макет он разборный. Он собирается в какой-то там планшет, в какую-то коробку. И детали каждый раз наклеиваются, убираются, собираются. Естественно, все эти соединения разбалтываются. Более того, эти детали очень хрупкие, они ювелирно сделаны. И порой неловкое движение, они тоже могут при неправильном хранении деформироваться, разрушиться. Рядом с произведениями мэтров, миниатюрные декорации вчерашних выпускников Академии искусств, наряду с уже воплощенным на сцене материалом, выставляют еще нереализованные идеи. Для молодых художников театра эти редкие тематические выставки – шанс быть замеченными. Мы для этого и делаем выставки, для того, чтобы какой-нибудь режиссер, особенно приезжий, пришел на выставку, его очень поразил, вдохновил макет, он увидел, прочитал, ага, знакомая пьеса, и вот я хочу так, похоже, ее сделать. И нашел этого художника, по идее, как реклама художников, это все делается. Сценограф – профессия штучная. Академия искусств набирает курс на специальность театрально-декорационной живописи раз в шесть лет. Сегодня многие даже региональные театры технически подготовлены к сложным спецэффектам и разного рода задумкам сценографов. В театре для того, чтобы привести в рабочее состояние новаторское изобретение художника, требуются тросы, штанкеты, поворотный круг. С макетом все проще. Одно движение – и все в работе. Однако иногда создание макета занимает больше времени, чем строительство сцены. В ход пускают все подручные средства, будь то проволока или оргстекло. И несмотря на компьютерные технологии, ножницы и клей до сих пор главный инструмент истонографов. Юлия Лосикова, Николай Рузавин, Агентство теленовостей.